Привет, девчонки! Добро пожаловать на мой канал! Мы с вами сегодня начинаем сразу с примерочной Зары. И в этом видео мы с вами будем подбирать весенние образы в магазинах масс-маркета, сетевых. Зара, зайдем еще в Манго, зайдем, может быть, в Страдивариус, или в Бершку, или в Массимо Дутти. В общем, где мне что-нибудь приглянется. А в Заре, кстати, сейчас очень много классных вещей. Я еле как удержалась, чтобы влезть в лимит. У них разрешено максимум брать 10 вещей в примерочную. Вот я тут набрала. Сейчас начнем мерить. Тематика у нас весна. Как стильно, красиво можно одеться весной, вдохновиться уже на более теплую весну. Потому что сейчас у нас, конечно, март. Уже вторая половина за окном у нас лично сугробы. Но я думаю, что чуть-чуть время пройдет, и мы сможем все разоблачиться и ходить в летние, весенние, красивые, действительно весенние одежды. Вот сейчас будем с вами вдохновляться и присматривать, что можно купить себе из коллекции, которые сейчас есть в магазинах. В Заре новые вещички. Сейчас мы их с вами посмотрим, что здесь есть. На входе я видела прекрасное шитье белое вот там. Вот целая капсула и очень много красивых, нежных, летних пастельных оттенков. По-прежнему в этом сезоне актуальны подобные все плетеные сумки в стиле отдыха любого острова. Это не балийская форма. Балийские они конкретно кругленькие. Но все вот эти вот плетеные авосечки со всеми подобными вещами изо льна – это абсолютно дружная пара. Второй образ. Сразу я решила начать с хардкора и надела велосипедки. Мало того, что это велосипедки, так они еще и цвет такого, ну не то чтобы телесного, но из очень природной гаммы. Вот такой цвет, тауповый. Я думаю, что это именно он как раз так должен называться. И я надела велосипедки с жилетом жакетного типа. Причем я надела его на голое тело. Именно так я вижу этот образ. Вниз, если ну прям совсем не хотите рисковать, да, с нижним бельем, можно надевать майку в бельевом стиле, топ в бельевом стиле, чтобы он, ну где-то вот так вот чуть-чуть черное кружево, если где-то будет проглядывать, это будет уместно. Оно будет к тому же сочетаться с темными пуговицами здесь. Цветовая гамма идеально просто совпадает, сочетается. И из обуви я здесь нашла вот такие вот мюли на невысоком каблуке с телеконовой перемычкой и питоновым принтом. Питоновый принт, как вы знаете, если вы смотрите мои видео, в видео про тренды я рассказывала, что это один из глобальных трендов этого сезона. И в следующем сезоне он будет актуален. И в прошлом сезоне, зима, осень-зима 2018-19, он был актуален. Поэтому он с нами остался. Мне лично очень нравится этот образ. Он, конечно, для смелых, для тех, кто рискнет так. Так у нас тут что? У нас тут, по-моему, не карманы, а обманы. В общем, образ для смелых, для тех, кто рискнет так пойти вообще куда-то. Может быть, на работу. Если у вас не строгий офисный стиль, а вы работаете где-то в творческом направлении, почему нет? Я бы так ходила. Следующий образ сложился вот такой. Обувь я не меняю. Я взяла одну пару. Она достаточно универсальная. По сути, нюдовая, только это нюдовый питон. И здесь на мне не платье, а комбинезон из мелко плессированной ткани, такой сжатой. Мне просто безумно нравится. Он просто минималистичный. Тонюсенькие такие лямочки. И все. И сам комбинезон с отрезной талией. Полностью такой двойной здесь сверху лифт. Здесь у нас тоже есть на подкладе шортики. То есть у вас не будет просвечивать нижнее белье. Но мне очень нравится сверху. Я хотела надеть, как вариант сюда допустимый, отлично будет смотреться массивная такая грубая кожаная куртка. Немножко даже можно оверсайз, либо с мужского плеча. Но я хотела найти жакет. И ни в коем случае не придаленный вариант, потому что очень сильно будет простей, сразу очень банальный. Я выбрала вот такой вот увеличенный оверсайзный вариант. Причем, если я правильно помню, на мне размер чуть ли не XS. Надо будет посмотреть. Сейчас я его сниму, потому что за шкиркой и за шиворотом обычно размеры. Я подпишу, какой размер был на мне. У него сразу сделаны вот таким вот образом рукава, то есть они подвернуты. В идеале я бы выбирала, если прям вот для себя, для покупки рассматривала, не подвернутые такие рукава. Просто прямой, чтобы был рукав, чтобы я могла его сама подкатывать. Но в целом очень хорошая модель жакета оверсайз. Оверсайз свободный, стильный, как с мужского плеча. Это еще больше подчеркивает женственность комбинезона и вашу хрупкость. Я понимаю, что телефон у меня двигается. Иногда, девчонки, вы мне пишите, что камера ходит туда-сюда. Но я снимаю движение, чтобы вы видели, как эта одежда живет, как она выглядит. Да, иногда у меня может там голова где-то отрезаться. Просто прощайте мне, пожалуйста, эти нюансы маленькие. Мы все равно с вами видим, главное, результат, главное, что мы видим образ. И плюс я предлагаю фотографии, где статики можно еще посмотреть. Здесь у меня вы можете видеть такой образ all naturel. Это все вещи либо полностью, по-моему, изо льна, либо с содержанием льна. Здесь у нас, видите, есть лен в составе. У платья тоже он где-то есть. Просто опять за шкиркой у меня вирочка висит. И что у нас здесь? Я считаю, что в таком образе можно идти даже на работу с дресс-кодом. Потому что он максимально нейтральный, непровокационный, очень простой, понятный, но при этом очень стильный. Во-первых, наша прекрасная обувь. Она универсальна. Обратите внимание, насколько универсальна обувь с питоновым принтом. Она не привлекает к себе слишком много внимания. При этом, если гамма выбрана вот такая вот бежевая песочно-кофейная, то она практически как раз подо все будет подходить. Так вот, здесь у нас с вами платье с вот таким вот прекрасным объемным рукавом. Объемный рукав у нас в тренде в этом сезоне. Это, конечно, не сильно пышный рукав, но он свободный. Причем у платья еще такая вот интересная здесь деталь. Спереди под грудью немножко подсобрана. Девочки, у которых нет талии в силу разных причин, такие модели вам подходят по типу фигуры яблок. И сверху у нас здесь такой пыльничек. Это, вы знаете, когда вы работаете по стандартному графику, например, с 9 до 6, соответственно, когда вы выходите из дома, вот там в 8 утра, например, утром еще холодно, ну прохладно, свежо, и вам просто в платьишке будет холодно. Например, если это май, допустим, месяц мы говорим, или уже лето. А сверху что-то хочется набросить. И вот такие вот пыльники, они идут как бы здесь с подкладом, но он функционала как такового не имеет. Либо это просто двойная ткань. Такое тоже бывает. Мне сложно определить, я не специалист по тканям, я не технолог. Соответственно, вы набрасываете подобную вещь, и вам уже не холодно. Точно так же этот пыльник, я вам покажу, он будет очень классно сочетаться с джинсами, с брюками, с черными джинсами, очень много с чем. Универсальная вещь на лето, как альтернатива какой-нибудь кожаной куртке или джинсовке. Замечательная вещь. Или тем же кардиганом и простым жакетом. Замечательная вещь. Девочки, делюсь наводкой. В Заре сейчас есть просто идеальные джинсы. Просто идеальные. Стоит 2,600. Я их подвернула, но вообще они идут прямые. То есть абсолютно можно развернуть. У них не обрезанный край, а подшипный и обтрепанный. То есть он не обрезанный, он обработанный. Это модель, которая называется МАМ. У них достаточно высокая посадка. Правильная, идеальная длина молнии. Правильная попа с хорошими карманами в нужных местах. С вот этой вот отстрочкой, которая делает джинсы нормальными. Ссадит их по попе. Вот здесь МАМ ФИТ. У меня на мне 38, нет, 36 размер. И это мой размер в джинсах Зара. Они вас не полнят. При том, что это прямые джинсы. Это не скини. Они вас не полнят. Короче, реально идеальные. Я думаю, что я их себе возьму. Я как любая девочка. Ну не знаю, любая или нет. В общем, у меня шопинг всегда проходит по сценарию, что я меряю вещи и ухожу думать. Фотографируюсь в них. Фотографирую там себе все характеристики. И ухожу думать. Я думаю, что сейчас я тоже пойду подумать. Но я уверена на 99%, что я вернусь именно за этими джинсами. 100%. Уже 100%. В общем, я за ними вернусь. Собственно, образ. Здесь есть нюанс. У меня сегодня черное белье. Простите, пожалуйста. Но если я его сниму, модель этой рубашечки блузки сделает видео из категории уже 18+. Потому что это блузка с элементами крупного такого шитья. Что, кстати, один из мощных трендов. И в зале сейчас много, как я вначале вам показывала, вещей в этой стилистике. И платье есть, и удлиненные такие туники. Смотрится интересно. Добавляет очень такой девочкости, образу, прям мимимишности. Все вот эти вот летящие рукава. Опять же, рукава-фонарики. А еще один тренд в одной и той же вещи. Смотрится прекрасно с денимом. Отлично сочетается. Еще, как и обещала, вариант, как подобный пыльник смотрится с джинсой, например. Вместо вот этого шитья я бы надела просто белую майку. Обычную трикотажную. Вообще без всего. Минималистическую, свободную. Заправила бы ее в джинсы. И сверху вот такой вот пыльничек. Прекрасно. С джинсой. Вообще великолепно ли он смотрится. Еще в Заре есть отличный вариант, тоже на высокой посадке, вареных джинс. И они идут с обрезанным краем. Все это сейчас модно, актуально. Есть вариант вот такой вот. Сверху. Ну, мне нравятся вот эти вот. Тоже вернусь потом, их померю, я думаю. Вот такие вот есть милые платьишки, мне кажется, в стиле молодости моей мамочки. Вообще расцветка такая, мало того, что крой. Другой крой уже, но вот эти вот. Это милота. Такой деревенский шик. А я хочу зайти сейчас еще в мужскую Зару. Меня здесь интересуют рубашки. Думаю, что в этот шопинг-блог эта часть уже не войдет. Хочу посмотреть себе рубашку в мужском отделе, белую. Посмотрим, что у нас есть в манго. Очень мне нравится то, что я вижу. О, они переставили. У нас здесь аксессуары теперь появились сразу практически на входе. В общем, что-то как будто не новое, но определенно точно много новой коллекции. Есть какие-то невдохновляющие пальто, но есть что-то интересненькое, что-то прям весеннее. Особенно вот здесь на входе, как всегда, самые интересные модели. Может быть, сейчас что-то с вами примерим из этого, соберем какие-нибудь образы, посмотрим. Там пуча рубашек я вижу, здесь пальто. Ну, сейчас будем разглядывать. В манго есть отличные пуховички, девочки, обратите внимание. У них замечательная модель, минимальная. И кто у меня был на вебинаре по базовому гардеробу, я там как раз говорю про то, что пуховики отличная вещь. Главное, смотрите, чтобы было минимум прострочек, и желательно, чтобы она была широкая. Вот, например, сейчас здесь светлые такие модели, как облачки. Нежно-розовые и такой вот серебристый. Прям достойные. Такой вот образ у меня собрался. Ну, как идея мне нравится. Но если рассматривать каждую вещь отдельно, купила бы я ее или нет, скорее нет, чем, да. Свитер очень такой максимально искусственный, в общем, по ощущениям. Я думаю, что он будет, вот это все будет происходить постоянно. Он будет сваливаться, будет лезть и потеряет очень быстро свой внешний вид. И снизу я подобрала кофточку такого оттенка сливочного. Она неплохая. Вот она неплохая, в принципе, да. Она максимально простая, просто трикотаж, такой рубчик по фигуре. Что касается юбки, у нее мне нравится крой. Она мало того, что плессированная, она еще косовая кроя. У нее подолгие, не знаю, видно это или нет. Покажу еще на фотографии или в движении в коридоре примерочной. Но сам крой косого плесе, он сейчас максимально актуален. Однако она не имеет вообще подклады. И я сейчас с телесным бельем, но на мой взгляд, по-моему, даже оно просвечивает здесь. Я думаю, даже вам видно в экране. И это, ну, просто можно конфузиться, проще говоря, где-то засветиться и все. И мне очень это все будет приятно. Поэтому, как идея, да, как идея образа. Но именно эти вещи скорее нет. Субтитры сделал DimaTorzok И вот такой вот образ с красным прорезиненным таким дневным. Он немножко так отливает. Если вам видно, не матовый. Простая базовая белая футболка. У меня здесь надпись у нее какая-то есть. Но я выбрала даже без надписи. И симпатичный достаточно жакет. Я взяла размер М побольше, чтобы он был посвободнее. Единственное, он приталенный. И вот как-то, как-то не знаю, в этот раз с Манго у нас как-то не сильно дружится, мне кажется. Хотя вот этот образ из всех, который я мерила, пожалуй, мне понравился больше всего. Плюс перед этим я мерила еще платье в горох. Я даже не стала в нем ничего комментировать. Я вставлю кусочек видео, я в нем заснялась. Но оно вообще не село. То есть оно настолько мне большое, просто огромное. При том, что на мне размер S. У меня такое ощущение, что даже XS мне был бы великоват. Но я не такая уж и маленькая, не знаю. Но вот это как идея тоже. Хорошо. На жакет лучше был бы прямым. Без приталенности он бы лучше сел. Как вариант, куда-то пойти по магазинам или с подружками посидеть неплохо. Но скажите, как вам. Сейчас зашла в Бершку. Вот так, чтобы взять чего-нибудь и померить. Ничего не нравится, но здесь есть, опять же, вареные джинсы. Видите, там сверху светлая джинсовка. Здесь чуть-чуть другая модель, но тоже прикольная. Тут вот шорты из вареные джинсы с эффектом кислотной стирки. Вот. И много всякой разной змеи во всех ее проявлениях. От курток до сумок в обуви. Опять же, эффект кислотной стирки, но не на джинси. Это ай-дай, вот эти вот все мотивы хиповые. И вот такие вот, смотрите, классные розовые. Очень жизнерадостные кислотные джинсики. Миленько. Вот такие вот есть прикольные. Гёрфренд модель называется. Мне нравится оттенок. Такой грязно-розовый. Деграде, о котором я тоже упоминала. По-моему, видео про тренды. Но если не упоминала, вот сейчас говорю, что это тоже один из трендов наступающего сезона. Вот опять эти маечки. Теперь я зашла в Stradivarius. Что у нас здесь есть? Здесь есть очень странного материала платье по типу старых банных халатов. Я вообще не понимаю. Такое ощущение, что уже катушка, но это не твит. То есть это какая-то вот такая вот странная, реально очень странная ткань. Еще в Stradivarius есть велосипедки неоновые. Я себе такие смотрела на Asos, но не успела заказать. Закончились в моем размере. Заказала себе другие, а эти слишком уж прозрачные. Как вы видите, через них даже этикетка собственная просвечивает, поэтому я не стану их мерить. Есть прекрасные светлые юбки-плиссе, тренчи. Вообще сейчас в каждом абсолютно магазине, куда не зайдите, везде есть тренч. Но юбочка прям очень приятненькая. Очень хорошая у нее ткань. Вот такие вот боди. И много всего очень такого молодежного. Слушайте, ну я померила таки эту юбку. И вот такой вот потрясающий мятный жакет. Идеального просто кроя. Оверсайзного. Прямого. Нет, чуть-чуть притального, но не такой кошмар, как был в манго. В общем, я хочу сказать, что Stradivarius в этом сезоне как-то прям молодцы. Ну не считая того, что встречаются вот такие вот казусы в новых вещах. Но я думаю, тут больше виноваты те, кто либо достает вещи, когда они приходят, либо неаккуратно, 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 нескурятненько, неаккуратно меряющие девушки. А так это, ну, красивые, реально красивые вещи. Очень свежие, стильные, летние. Возможно, не супертрендовые в плане, там, окроя или цвета. Но на лето очень актуальные, свеженькие. Я повторюсь, что ссылки на вещи будут в инфобоксе под видео. Ищите все, что найду, все оставлю. И еще вот такой вот лучок. Те же туфельки остались. Кстати, туфли мне прям нравятся. Они очень удобные. Стоят, по-моему, 2 800. 2 700. Очень удобные, универсальные, идеальные и комфортные. У них, по крайней мере, в примерочной. Здесь у нас вот такие вот брюки по крою бананов со сборкой на талии. Сейчас очень много таких моделей в разных магазинах. Здесь такая прикольная пряжка под черепаховую оправу, в роговую оправу. И дальше сверху я надела простой трикотажный топ. Очень мелкий рубчик с укороченным рукавом, с простым вот таким вот ровным круглым горлом. Сюда красиво можно надевать массивное колье. У меня минималистичная цепочка с ключиком, но будет круто смотреться. Какая-нибудь золотая цепь, например, массивная. Очень круто подойдет. И сверху у меня вот такой вот жакет. Свободный, удлиненный, попа закрыта. Бокова у него изначально такие присборенные. И сразу идут такой длины. И он, соответственно, без пуговиц у нас вообще. Просто вот такой вот свободный, не застегивается. Замечательный летний, свежий, светлый образ. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, я уже прошвырнулась по всем отделчикам, которые хотела посмотреть. И, соответственно, у меня к вам, как всегда, просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие варианты, какие образы, какие подборки вам понравились больше всего. Какие не понравились, тоже поделитесь. Мне всегда интересно ваше мнение. Совпадает ли у нас с вами вкус? Это всегда интересно, мне кажется, девочку вам судить. И увидимся с вами в следующем видео. Я думаю, что оно будет тоже на тематику стиля. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить новые ролики. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok